Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучать книгу Судей. И сегодня мы будем с вами читать седьмую главу этой книги. И мы читаем. И Яроваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились Астаном у источника Харода. Мадиамский же Астан был от него к северу, у холма Моры в долине. Теперь они вооружены вот этими знамениями, которые им показал Господь, и их вера крепка. Да, скорее всего, Гедеон испрашивал последних знамений, о которых мы говорили в прошлый раз, для того, чтобы укрепить не свое сердце, а сердца тех людей, которые собрались вокруг него. А сам он уже видел великие знамения, чудеса. Итак, Яроваал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились Астаном у источника Харода. Мадиамский же Астан был от него к северу, у холма Моры в долине. И сказал Господь Гедеону, народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною. И не сказал, моя рука спасла меня. Итак, провозгласив слуг народа, и скажи, кто бы излив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратился народ, 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Господь говорит, удивительные слова. Господь говорит, народа с тобой слишком много для того, чтобы одержать победу. С Богом и в Боге. Зачем такая толпа? Поэтому Господь дает повеление, чтобы часть людей Гедеон отослал. На самом деле, а то, что произносится в третьем стихе, кто бы излив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад, это повеление мы находим в Пятикнижии Моисея. Перед каждой битвой надо объявить, кто бы излив и робок, тот пусть возвратится домой. Потому что боязливый человек, он может спровоцировать людей смелых, он может посетить панику. Но тут была другая причина, чтобы евреи не говорили, каждый в отдельности, моя рука спасла меня, чтобы они понимали, что это Бог воюет за них, вместе с ними, как ратник и как витязь. И сказал Господь Гедеону, все еще много народа, с ним осталось десять тысяч. Господь считает, что этого много для победы. «Веди их к воде, там я выберу их тебе, о ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою, а о ком, скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть не идет». Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону, после того, как Гедеон привел народ к воде, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, то есть собака, того ставь особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить, то есть не лакать языком, а пить, более естественно для человека. И было, что лакавших ртом своим с руки триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. То есть некоторые брали пригоршни и языком лакали, как псы. А другие склонялись над источником воды и пили ее. И сказал Господь Гедеону, все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. Вода – это символ Слова Божия. И когда мы оцениваем человека по Писанию, то мы более правильно оцениваем человека, когда с точки зрения Писания. Господь говорит, о ком я скажу, пусть идет с тобою. Тот пусть идет с тобою. А о ком, скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть не идет. Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону, тремя стами лакавших я спасу вас. И предам мадянитян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место. Почему Господь принимает такое решение? Потому что только человек может взять воду из реки, пригоршней, поднести к своему рту и лакать ее, пить. А каждое животное действительно опускает голову ближе к воде и лакает ее таким образом. То есть человек, который может одержать победу, он все-таки должен быть чужд животному началу в себе самом. Он должен быть более духовным, чем плотяным. И взяли они с ясного запасу у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израилетян по шатрам и удержал у себя триста человек. Стан же Мадиамский был у него внизу в долине. То есть они попросили тех, которые возвращались домой, чтобы они оставили провиант, чтобы они оставили трубы, шафары, чтобы можно было в них трубить. «А в ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди в стан, то есть сойди в стан врагов, я предаю его, то есть этот стан, в руки твои. Если ты боишься идти один, то пойди в стан ты и фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». То есть если ты боишься, сходи вот со своим человеком, он будет свидетель, послушай, что они говорят, а потом уже со всеми людьми, триста человек, пойдешь в стан, то есть нападешь на него. «И сошел он, и фура, слуга его, к самому полку вооруженных, то есть незаметно сошли, которые были в стане, Мадианитяни же, и Амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине, в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря». Гедеон пришел, и вот один, то есть пришел к ним очень близко, и вот один рассказывает другому сон и говорит, скорее всего, они сидят у костров, а те в темноте, Гедеон и фура, его слуга. И вот один рассказывает другому сон и говорит, «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал и опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему, «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иасова, израилетянина. Предал Бог в руки его Мадианитян и весь стан». То есть рассказан сон и дано истолкование этого сна. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, кстати, в те времена считалось, что истолкование сна – это нечто более значительное, чем сам сон. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский, и сказал, «Вставайте!» – предал Господь в руки ваши стан Мадиамский. «И разделил 300 человек на три отряда, и дал им в руки всем трубы и пустые кувшины. И в кувшины светильники, и сказал им, смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. «Когда я и находящиеся со мной затрубим трубою, трубите, и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите, меч Господа и Гедеона!» Меч Господа и Гедеона! Вот почему он попросил, чтобы оставили все трубы, шафары. Потому что обычно, если война, на один отряд, на 100 человек мог быть один шафар, но не больше. Поэтому, когда затрубят все шафары, будет ощущение, что там 100-тысячная армия, или больше даже, идет на них. «И подошел Гедеон, и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их». Представляете, какой грохот был? «И затрубили все три отряда трубами, то есть с разных сторон, и разбили кувшины, и держали в левой руке своей светильники, то есть везде как фонари вспыхнули вокруг, потому что разбитый кувшин, а светильник-то горит. А в правой руке трубы, и трубили, и кричали, меч Господа и Гедеона. И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане». То есть эти люди стали резать друг друга, эти дикие племена. «И бежало ополчение до Бевшиты, к Царере, до предела Авимелихолы, близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Асирова и всего колена Монасина, и погнались за Мадеонитянами». Тут, похоже, речь идет о том, что не только эти 300, но и те, кого домой отправили, они далеко не ушли, и они тоже присоединяются. «Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать, выйдите навстречу Мадеонитянам и перехватите у них переправу через воду до Бев-Вары и Иордана». То есть он призывает и других включиться в погоню за врагами. «И созваны все ефремляне и перехватили переправы через воду до Бев-Вары и Иордана, и поймали двух князей Мадеамских, Арифа и Зифа, и убили Арифа в Цур-Ариве, а Зифа в Экеф-Зифе». Ну, тут может возникнуть вопрос, почему их казнят в разных местах, это тоже о чем-то говорит. Скорее всего, это связано с теми военными преступлениями, которые они совершили в этих населенных пунктах. То есть кровь за кровь. То есть там, где они проливали кровь мирного населения, должна была быть пролита их кровь. «И преследовали Мадеанитян, головы же Арифа и Зифа принесли Гедеону за Иордан». Вот так было чудесно одержана победа в ночи, которая вдохновила и трусливых, и неуверенных в себе людей, тоже присоединиться к этой битве. Однажды войско ангелов войдет в реальность этого мира, и ангелы будут с огненными мечами. Сияющий вид будет каждого ангела, и они опрокинут царство Антихриста. Они будут со святыми, и во главе этого войска будет Христос, который убьет Антихриста дыханием уст своих. Многие события, которые описываются в Ветхом Завете как исторические события, они являются пророческими прообразами для неких более грандиозных событий уже в новозаветные, то есть в наши времена. Во времена, которые связаны с приближением апокалипсиса. Как и апостол Павел и пишет, все, что было с ними, то есть с древними евреями, это для нас в прообразах, для нас достигших последних времен. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем изучать восьмую главу этой книги. Берегите себя. С Богом! 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 С Богом!